Богородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою. Я присутствовала на службах в этом храме неоднократно, и мне здесь очень нравится. Как-то, не знаю, по атмосфере приятно очень. Звук более такой божественный, что ли. Приятно, да. Пела я, на самом деле, во многих храмах. Везде были замечательные абсолютно наставники, везде замечательная атмосфера, непередаваемая абсолютно. Нигде в другом месте я такого не встречала. Я здесь была несколько раз, но не в качестве певчей, а в качестве просто прихожанки. Отличная акустика? Да, совершенно замечательная. Насколько в таких местах, в древних зданиях сразу заметно то, как люди вдумчиво относились к тому, как вот это всё построить. Потому что не во всех современных храмах, например, такие вещи, они в принципе предусмотрены. То есть тут только заходишь, и даже сам уже что-то, если говоришь, сразу ощущаешь какой-то такой таинственный настрой, скажем так. Что-то вот глубоко душевное, духовное, и сразу вот это вот накладывает какой-то особый отпечаток. В Кресенском соборе я сейчас пою очень часто, помогаю здесь, в хоре, в архиерейском. Здесь мне нравится, благодатно, спокойно всегда. Службы каждый день проходят, утром и вечером. Очень хороший здесь хор. Все люди такие душевные, понимающие. Начинали с изучения исторического материала. Дело в том, что в этом храме существует замечательное описание всех, почти всех изображений, так скажем, библейских сюжетов, которые находились в этом храме. Которые где? В алтаре даже указываются первоисточники, с которых брались те или иные композиции. Это очень сильно облегчило работу. Изучили материал, стали собирать какие-то эскизы, на утверждение возить, на совет, владыки. После этого началось строительство лесов и, соответственно, перенесение на кальку рисунка и дальнейшее по списку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Особенные чувства у меня были, как бы, когда я приехал в этот храм, вот встал, кстати, вот здесь лавочки стояли, в этом углу. Ну, всегда каждый храм есть такое, пускает или не пускает. Есть такое, что ты приезжаешь, у тебя не идет работа и все, хоть тресни. Вот что-то делаешь не так. Нужно отойти, подумать, посмотреть. Здесь как-то сразу все сложилось. Еще будучи с белыми стенами, вот здесь встал, потом постоял, подумал. Ну и, соответственно, фантазии уже, потому что много храмов расписано уже. А храмы, они всегда по какому-то определенному лекалу сделаны. То есть, точно известно, вот сразу окинул взгляд, что вот паруса здесь евангелисты. Так, изображение потолка, как правило, там тоже известно. Алтаря, то есть, есть определенный набор композиций, которые обязательно должны присутствовать в храме.